На E3 2021 внезапно анонсировали продолжение тактической ролевой игры «Марио и кролики» с новым подзаголовком «Sparkle Hope». Все это дело сопровождалось красивым синематиком, в котором в определенный момент появилось то, что является причиной появления такого ролика на канале. Да, я бы хотел затронуть такую тему, как оружие в играх с детскими персонажами. Значит, что мы имеем? В действительности у Марио уже было оружие. В далеком 2017 году, в первой части игры «Марио и кролики». На тот момент я просто улыбнулся его появлению. Оно выглядело очень несерьезно, мультяшно и не воспринималось как серьезный посыл. Как отреагировала аудитория? Вполне, вполне. Народ полюбил эту игру, а появление оружия только заставило умилиться и в какой-то момент даже порадоваться, что Марио может дать сдачи не только своими фарболами. Проще говоря, комьюнити и другие прочие игроки вполне благоприятно отреагировали на появление такого опасного аксессуара. Это был краткий экскурс в прошлое Марио. А теперь перейдем к многострадальной франшизе «Синего ежа». Но начнем мы не с синего, а с черного. Погрузимся в 2005 год, когда господину Такаши Ицуки пришла просто гениальная идея по захвату американских детей и их умов. Он исходил из той логики, что американцы любят боевики и брутальность. А еще на тот момент нехило хайпануло GTA Vice City и San Andreas, где творился оружейный беспредел. Еще сыграл тот факт, что у Sonic Team на тот момент был движок RenderWare, на котором как раз таки и был сделан GTA, что давало им беспрепятственную возможность сделать игру, в которой будет использована техника и оружие. Под горячую руку тогда попался Shadow. Во-первых, он был популярнее самого Соника, плюс его образ так и напрашивался на создание темной и мрачной истории. На бумаге это звучало реально как идеальный план. И Цзука даже придумал себе целый Dark Universe Shadow и хотел развивать идеи, которые нельзя было впихнуть в основную ветку серии. Исход ты знаешь. Практически все игровые сни посчитали своим священным долгом отметить, что Sonic Team ну немного ебобо. Да как это так? Да как вы смеете в детскую франшизу впихивать оружие? Это ж так нелепо! Да речь это кланк, да? Никто так не делал, да? Буду честен. У Шезеха были проблемы с реализацией оружия и многим людям было не очень удобно им пользоваться. Но сам факт тотального непринятия оружия в франшизе меня на тот момент просто добил. Таким образом мы потеряли Dark Universe. И после этого Sonic Team не стали больше экспериментировать с реалистичным видом оружия. Но позже произошло кое-что еще. На дворе 2008 год. Sonic Team явила миру прекрасный Sonic the Black Knight. И вот тут ситуация снова повторилась. Black Knight является продолжением серии Storybook. Соника уносит в мир рыцаря Артура и круглого стола. А что это обозначает? Соник как рыцарь должен иметь оружие. И это не что иное, как меч. Как думаешь, что произошло? Правильно, журналисты решили выспаться и на этой игре. Тут и там звучали вопли. Да как это так? Какой-то маленький еж может носить такое серьезное холодное оружие. Чему вы детей учите? Вам шо за хабу ломало? И все в таком духе. Мир снова не принял того факта, что Соник способен владеть оружием. Даже таким благородным, как Excalibur. Ах да, забыл добавить. Еще одна детка франшизы была похоронена. А теперь нырнем в 2017 год, когда вышли первые Марио и Кролики. А через пару месяцев вышел Sonic Forces. Sonic Team решили снова пойти на риск и вставить в игру оружие под названием Виспоны. Но на этот раз вручили его не Сонику, а Аватару. Аватар это лично настраиваемый персонаж в редакторе игры. Ну это так вдруг, если ты не играл. Виспоны должны были разнообразить геймплей и одновременно работали как особые навыки Аватара. Ну в принципе-то идея неплохая, но вот реализация говно. Ну чтобы ты понимал, в ШЗХ оружие не было таким имбалансным и не ломало геймплей. Как встретил народ новое оружие в игре? Ну можно сказать нейтрально. Возможно сыграл тот факт, что Соник и другие ведущие персонажи больше не прикасались к пушкам. А на Аватара всем было как-то пофиг. Вся эта история к тому, чтобы ты понимал, что после многих лет проб и ошибок, Сега до сих пор тотально запрещает давать лично Сонику оружие в руки. Появление серьезного оружия ты теперь можешь встретить разве только в комиксах, и то у персонажей второго плана. Так чему я все это? Ах да, Spark of Hope. Как я уже сказал, в синематике во всей красе продемонстрировали бластеры. И это уже не те перделки с первой части. Это реально выглядит как футуристическое полноценное оружие. Угадаешь с одного раза, как и Арякса у народа? Да, правильно. Все в диком восторге, что водопроводчик стал Супер Гастом Марио. И теперь все ждут с нетерпением, чтобы сыграть в это. Во-первых, я в диком ахере, что Нинтендо доверила свое детище сторонней студии еще в 2017 году. Во-вторых, что она разрешила такой эксперимент с оружием. И в-третьих, мне просто обидно, что Сонику не дали ни шанса, когда у Марио это воспринимается чуть ли не как должное. Вот они, двойные стандарты. Отпишись в комментариях, что сам думаешь по этому поводу. Не забудь поставить лайк и подписаться. Чем нас больше, тем лучше. Ну а вообще смысл ролика в том, что я требую вернуть в Сониках. Ну я не намекаю, но в качестве главного оружия это столб со знаком стоп.